Хотела показать вам свой коктейль, который я пью, и заодно педикюр, ну и вот еще и ребенка покажу все вместе. Смотрите, сходили вот такие ноготочки я себе сделала, вообще прелесть. Владюха у меня сидит тут уже, все свои трусы уже описывал, поэтому перелезли в Максимкину трусишки. Вот, так что такие дела. Ну и вот мой коктейльчик, который Владюха отбирает, кофе, очень-очень вкусный. Ну и маникюр я вам еще, ну держи, держи, держи. Не показывала маникюр, совсем близко. Вот так он выглядит спустя несколько дней. Мне очень-очень нравится. Девчонки, недавно брала вас с собой на интерактивную медицинскую выставку. Сегодня же возьму вас с собой в ботанический сад. И ехали мы сюда на такси, это у нас находится немножечко за городом. И там почти 2 километра вот такой красоты. Ну и немножечко животных, обезьянка, черепашки, птички, всякие попугайчики. Роддом бабочек скоро увидите. Ну, кстати, бабочек было достаточно мало, потому что когда мы были в Москве, и там был огромный дом бабочек в московском зоопарке. В Москву мы обязательно планируем съездить, и я вам тоже там все поснимаю, потому что я хочу сходить в зоопарк. Очень соскучилась по Москве, но муж присмотрел машину в Питере и планирует, в общем-то, в Питер. И еще он планирует съездить с Иктывкар и в Белозерск. Ну, в Белозерск-то мы, конечно, едем уже все, на днях буквально. Вот. А насчет Москвы не знаю, но очень-очень хочется, но опять я ушла от темы, как всегда. Максимка поел мороженого, Владик порисовал, я выпила бокальчик пива. Что-то в последнее время стала пиццы есть, пиво пить, но вес не возвращается. Так как похудела, так все прекрасно, вес и держится. В ботаническом саду мы пробовали часа полтора. Тут, конечно, жара, духота. Ну, сами понимаете, растения Азии, Африки, Австралии. Вот. Но здесь очень красиво, прямо вдохновляешься, когда ходишь по таким интересным местам, смотришь на животных, на бабочек, на растения. Милота. Вот. Но, конечно, есть куда расти, потому что, ну, маленькое такое еще помещение, да, я бы сказала, маленький такой садичек. Но для Вологды и это уже, ого-го, смотрите-ка, бабусечка, бабочка малюсенькая. А вот и черепашки. Ну, мало-мало животных, что уж тут сказать. Но сходили, немножко развеялись, пора и за работу приниматься. Поехали домой. Девочки, наконец-то мои лапки дома. Сегодня мы гонялись с Максом и Владиком к десяти вечера на почту, чтобы успеть отправить посылочки. И вот я дома приняла душ, намазала лапки. Обертывание, короче, я сделала кремом Эйвен. Сейчас я вам даже расскажу. Короче, пока валяюсь, порассказываю немного вам вообще впечатлений об Эйвен, но и не только. В общем, такой крем от Энель за 890 рублей у меня был, но, к сожалению, кончился. И сейчас я взяла вот такой крем Эйвен. Сегодня вам снимала уже видео про посылочку. Вот, что я вам скажу? По качеству одинаковый. Но этот стоит 300 с чем-то рублей. Жжет так же. Не знаю, как по эффекту, потому что от Энель, крем, как говорят, он убирает растяжки. Реально, вот у меня растяжки после первых родов стали вообще практически незаметные. И на животе, и на ножках. Не знаю, как действует этот крем. Но вот, по крайней мере, жжет так же. Так что я уже лежу, наверное, минут 15. Пошла, короче, я в душ и доснимаю вам еще немножечко впечатлений о косметике Эйвен. Девочки, это капец, а не крем. У меня от него все горит, все чешется. Поэтому я, наверное, сказала вам, возможно, даже неправильное мнение. Не знаю. Короче говоря, мне этот крем вроде даже и не нравится. Завтра попробую еще раз. Но все тело прямо такое неприятное ощущение. Зуды, как будто аллергия. Поэтому расскажу вам про пенку. Пенка мне понравилась, Эйвен. Такая у меня закончилась. Вот, и с пивак у меня еще закончился. Вот, одинаковая пенка по качеству. Ну, конечно, Белавд будет поприятнее пахнуть, да. Вот, но тоже ничего такая. Вроде даже гуще, интереснее, дешевле. В общем, не знаю, один раз попробовала. Еще утром попробую. Ну, и вообще буду пробовать. Мне кажется, хорошая пенка. Крема Иванский попробовала. Тоже вроде так, ничего себе. В пробничке его было, конечно, малюсенько. Капелька и свое полное впечатление не могу сказать о пробнике. Вот, но я закажу обязательно большую версию. И потом уже вам расскажу. Ну, и по пути еще расскажу вам вот про такой скрабик. Скраб Эйвен шоколад на удовольствие. Он очень-очень нежный. Там малюсенькие-малюсенькие частички. В общем, наверное, все-таки для тела он не очень подходит. Ну, или для тех, у кого такая очень чувствительная кожа. Мне так хочется, знаете, такой ядреный прям скраб, как бодишот, наверное, скрабики. Сейчас еще закажу в Фаберлике много и посмотрю там, какие они будут по качеству. Но здесь классный аромат. Я вам сказала, что напоминает кофе со сгущенкой. Да. И напоминает еще Энерджи Диет Капучино. Прям один в один аромат. Вкусняшка по запаху, но по консистенции, знаете, такой, ну, говорю, для молоденьких девчонок. Для тех, кто любит такие, знаете, не очень острые ощущения, а так чуть-чуть подскрабироваться, капелюсичку. Девочки, привет! Я на даче. Упает такой виноградик. Кстати, костлявый. Но ничего вкусного. Абрикосики. На веранде сижу. Владимир там сидит, играет, занимается. У него машинка. Какие-то эти книжечки. На даче, смотрите, как уже много цветов. Я вам потом постараюсь поближе показать лилии, гладиолусы, розы. Вот наша дача, наш, я бы так сказала, огородик. Вот, но все равно классно, хоть у нас немного тут места. Но, тем не менее, пока занимаемся квартирами. Но в дальнейшем планируем вот этот участок, который дальше нас, которым сейчас никто не живет и никто не занимается. И он вообще не приватизирован. Хотим его себе выкупить. Вот, надо сходить в сельсовет, уже документы дособирать и присоединить к своей дачке. Вот, и может тут что-нибудь построим. Пока у нас сарайка, туалет. Ну и вот такой вагончик в том году мы с Максимом купили. Тут две комнатки. Сделали веранду, тут столик. Сейчас буду тут прибираться. Потому что бардак. Еще только приехали, но прям сразу захотелось показать вам этот виноградик. Пока осы не налетели. И пока я не налетела. Вот, ну все, покажу еще что-нибудь попозже. Буду кормить Владюшку сейчас детским творогом. Сама попиваю пивком. Печеньки-то все Владиком и фруктики. Хотели поделать шашлычки, позагорать, сходить на озеро, потому что до реки далеко. Но, как вы видите, на улице льет дождь. Только Аня поняла, называются кабачки с огурцами. Дождик. Но я думаю, он быстро закончится. Успеем еще поплавать. А это вечером уже гуляем с Максимкой и Владиком. Стали по два-три раза в день гулять. Девочки, видео не для слабонервных. Короче, на ночь глядя мы испекли мужем две таких пиццы. Но будем кушать их утром. Приятного нам аппетита. Ну, а вот в следующий день мы снова гуляем. Вообще классно, что можно и днем позагорать на улочке, да? Посидеть в интернете, поработать, пока детишки катаются на горке. И вечером прохладно, можно снова сходить погулять. С улицы не вылезаем. Девочки, пришли мы из магазина и опять немножечко тут накупили. Сейчас вам покажу и продукты, и не только. В общем, купили у Максимки опять же энциклопедии насекомые, удивительные животные, вымершие животные, даже самое интересное, и животные джунглей. Вот, книжки стоят по акции всего 200 рублей. Так, стоили около 400. Яркие, красочные. Максимка еще не видела, я думаю, ему очень понравится, тем более он любит тут. Постоянно спрашивают, мама паука, это насекомое или это кто? И вот маме приходится узнавать, кто же такой паук. А тут прям все по отрядам, все написано. То есть, думаю, будет ему интересно все это почитать, тем более, что он едет в Белозерск, 10 дней у него там будет свободных на гулянку. Возможно, книжечку с собой прихватит. Белозерск я опять купила Максу, не Максу, Владику трусиков таких. Но они дешевые, по 30 рублей. То есть, так чисто, чтобы он бегал там без памперса, в таких трусишках. Кофточка, одну кофточку, одну уже носили, выстерла, и в Глори Джинс еще купили кофточку. Потом покажу ее, потому что она сейчас у меня не рядышком. Вот такие тетрадок опять взяли, 20 штук. Борали по 4,50 по акции. Сейчас они по акции 50 копеек. Короче, как не взять? Ну, только что в одни руки можно брать не больше 10. Поэтому я взяла 10 и Максимка 10. В Белозерск купили вот такой спасательный жилет Владику. Ну, вообще он до 30 килограмм. То есть, подойдет и Максимке. Там ездить нужно будет на лодке на озеро. То есть, жилет обязательный. Вот поэтому мы такой взяли. Стоит, по-моему, около 1000. Ну, и памперсы взяли. Не памперсы, а либера, трусики. Мы берем трусики обычно памперс. Вот. А тут их по акции не было. А без акции что-то стоили там. Ну, дороговато. Поэтому решили попробовать взять либера. Посмотрим, протестим. Ну, а сейчас переходим к продуктам. Ну, вот и немного продуктов, которые мы купили в Белозерск. Я уже вам показывала большую часть. Но мы еще докупили много ирожков, и гречи, и риса. И вот сейчас сходили именно то, что такое быстро портящиеся купили. То есть, завтра мы утром поедем. Взяли шашлыка 2 килограмма. Свинина в майонезе. Взяли купата 2 вот таких лоточка. Курица у нас в филе, как вы помните, 3 лотка. Но больше не докупали. Ну, я не знаю, может, еще возьмем. Вот. Сыра пока взяли один кусок. Но сегодня еще сходим в магазин. Колбаски такой. Наверное, сосиски или вареные возьмем. Семечки беленькие. Ну, это внутри лак. Ну, Владику все время покупаем. Наверное, с собой упаковочку, я думаю, возьмем. Кока-колу снова купили. Майонез по акции был. Так что вот. Такие продукты мы взяли. Еще, опять же, возьмем арбуз. Возможно, немножко фруктов. Что еще нам осталось купить? Ну, вроде бы и все. Потому что у нас столько сумок. Как будто мы, я не знаю, на сколько времени едем. Хотя едем, наверное, не знаю, до среды. То есть, в воскресенье мы уезжаем. А в среду утром рано уже обратно. То есть, грубо говоря, мы там будем. Тем понедельник-вторник. Ну, два-два с половиной дня. Еще надо собрать Максимке вещи, Владику вещи. Там и одеяло, и пеленки. Бабушка сказала, в бане будут его мыть и не хочет вытирать полотенечком. Надо будет пеленочка. Так как у него кожа, видите ли, такая нежная. Вот. Максимка у меня сейчас на доставках. А я сейчас все это убираю. И пойдем ему покупать Владику новые туфельки. Потому что ему одни малы, а старые Максимкины, которые я дала, они велики. В общем, надо что-то среднее купить. Купим ему туфельки. Купим Максимке новую сим-карту в телефон. И, наверное, еще продуктов немножко докуплю. Или уже вместе с Максимом вместе вечером пойдем. В общем, посмотрим. А еще будем брать алкоголь. Тоже я вам не показала. Там, короче, у меня розовое шампанское. Возьмем парочку бутылочек. Ну, и, наверное, коньяк или водку там, или пиво. Не знаю, потому что Максим сам решит, что им надо. Вот, так что всем спасибо за внимание. Увидимся уже в следующем влоге. Язык уже все заплетается. Всем пока-пока.